то алкоголь это чистый сахар, если кто-то не знал. Чистый сахар, очень много калорий в алкоголе, многие пьют, и не понимаешь, почему у них «давай я буду держать». Много кто очень говорит, что алкоголь вредный, много калорий. На самом деле, не столько много калорий, сколько как вы себя будете чувствовать потом. Восстановление очень тормозится. Как это откинет вас назад потом. То есть вы такие замотивированные, заряженные, накачанные, и вы напились, и на следующий день вообще жить не хочется. Да, и еще дело в том, что организм тратит силы на то, чтобы интоксикацию убрать, а не на то, чтобы, допустим, вы после тренировки восстановились. Да, плюс еще вы набухаетесь и что-нибудь натворите, 100%. Я бухаю, плохо ем. Плохо ешь, в каком плане плохо ешь? Качество еды плохое, да? Смотри, нам надо, чтобы мы из еды получали питательную ценность. Чтобы мы получали микро-макро-нутриенты, витамины. Конечно, будет очень плохо, ты будешь в стрессе себя, ну, организм будет стрессист, ты будешь не добирать чего-то. Поэтому старайся, чтобы питание было полноценное, чтобы разнообразное было питание. Да, и всегда должны быть первичные соотношения белков, жиров и углеводов. Калории всегда вторичны. То есть старайтесь всегда расписывать все, исходя из белков, жиров и углеводов. Да, да, да. И смотрите, чтобы было много овощей и фруктов. Потому что в овощах, в фруктах много витаминов. Да, мы сейчас подселили девочек в мою квартиру. И они каждый день тренят и качаются. И я считаю, это прям идеальные условия. И мы покажем это все на личном примере. А еще про мероприятия давай расскажем, что мы продумали. По поводу мероприятия. Мы хотим провести тренировку в парке Горького на открытом воздухе. Хотим собрать людей, потому что много запросов уже поступило. Видят, что мы девчонками на улице тренируемся. Поэтому можем желающих тоже к нам подключить. И можем проводить почаще тренировки совместные на улице. Я девушка и моя цель это неразделенная любовь. Хочу убиться. Жестко. Нет, в смысле цель неразделенная любовь. Ты хочешь, чтобы тебя не любил? Некоторые, что не поняла. Нет, просто она любит парня, видимо. Я ем ночью киндер-де-лис и не могу без этого. Как быть? Почему именно ночью вопрос? Первое. Почему ты не спишь ночью? Это второй вопрос. Почему нельзя съесть его днем? Вообще нужно вписывать в калорийность свою. Если ты позволяешь себе ночью киндер-де-лис, вписывая его в калорийность суточную. Как быть? Можно есть так-то свои вкусняшки любимые, но в меру еще расписывать весь с дневной и дневной рацион. Но я так считаю, если у тебя зависимость из каких-то продуктов, например, от сладкого, лучше их вообще не есть. Это то же самое, что алкоголику налить стопочку и надеяться на то, что он не набухается. Вот лучше вообще, если прям есть какие-то проблемы с этим, лучше это даже не... Нет, смотри, тут немного в другом, мне кажется, вопрос. Или ты зажираешься, прям их много ешь, и у тебя срывы после этого. Или ты просто хочешь вообще исключить киндер, но ты его любишь, но ты его один съедаешь. Тут большая разница. Один можно съесть. Ты съел, раз один кинешь, надо прям много. Я, да. Когда у меня сбалансированный рацион, то да. Это у людей, у которых прям расстройство. У тебя расстройство пищевого поведения, ты не можешь остановиться на одном, или ты спокойно съедаешь один и идешь дальше как бы там гулять с этим делом. Но, как показывает моя практика, практически у всех РПП вообще. Смотри, а мы можем вообще, кстати, вы хотите отправляйте нам запрос, мы будем вашу именно личную тему раскрывать, какие у вас проблемы есть, и я отвечаю на ваши вопросы. Так что можете скидывать запрос на эфир. Мамедов. Что нужно кушать на завтрак, на обед и ужин? Что нужно кушать на завтрак, на обед и ужин? Ну, блин, то, что ты любишь. Вот, допустим, Риза, то что любишь на завтрак, на обед и ужин? Ну, я люблю муравейника, могу есть круглосущество его. Но нужно, короче, делать так, чтобы у вас было соотношение полезных продуктов, одно, и соотношение любимых продуктов, другое. То есть вам нужно расписать рацион так, чтобы у вас были и полезные, и нужные продукты, и то, что вы любите. Ну, допустим, я кайфую от яичницы с овсянкой на завтрак. То есть, допустим, у меня три яйца с помидорами, и, допустим, овсянка с сыром и какао. Это шоколадная овсянка такая получается. Ой, вкусно. Это очень вкусно, да. Овсянка с сыром и пушка просто. С сыром и с какао? Да, это вообще пушка. Как не сделаю, это вообще ты едешь просто. Ладно. Вот, и что еще? Надо расписывать весь дневной рацион, то есть отталкиваться от этого, и составлять полностью меню. Да. Исходя из вашей дневной калорийности и белков, жиров, углеводов. Как относитесь к читмилу? Все кушать, наверное, на самом деле. Смотрите, как рассчитывается вообще читмил? Допустим, у вас основной обмен, это то, сколько тратит ваше тело на переваривание пищи, на сердцебиение, на дыхание, примерно на 2000 калорий. И плюс вы тратите, допустим, бегаете, прыгаете, в общей сложности около трешки вы тратите в день. И у вас получается дефицит 1000. То есть у вас основной обмен 2000, вы тратите 3000. 1000 у вас дефицит. За неделю получается дефицит 7000 калорий. И от 7000 нужно сделать небольшой дефицит, примерно 20%. То есть 7000 минус 20, это сколько получается? 7000 минус 20%. Это 1400 еще отнимаешь. 1400, да. То есть можно читмил сделать на, получается, 5400 калорий. Тогда вы в любом случае будете в дефиците. Если вы просто обожретесь и сидите больше 7000 калорий... Вы можете вообще в профицит уйти, и все ваши старания будут напрасны. То есть вы, да, определенное количество калорий за неделю сжигаете, и вы не можете потом за один день... Вы не должны, точнее, за один день перебрать, ну, больше съесть, чем вы сожгли, потому что вы будете жиреть в том случае. Лучше все рассчитывать, высчитывать. Ну, а если вы, там, допустим, считаете, что читмил — это просто скушать какой-нибудь там кусочек шоколадки, который вы не позволяли себе, да, а не обжираться как свинина, то это можно делать. Да, я все равно считаю, что читмил — это полная хрень, потому что, во-первых, знаете, вы обожретесь, будете плохо себя чувствовать, тело будет тратить энергию на переваривание. Это раз. Потом тяжело остановиться. Потом тяжело остановиться, да. Нереально просто. С утра отечность дикая, нежелание вообще что-то делать, сил нету. На тренировках нет пампинга, когда вы тренируете пампинг, когда мышцы накачиваются кровью. То есть полная хрень. Лучше очень грамотно... Составить свой рацион, вообще, в принципе, составить из любимых продуктов, чтобы ваша диета не выглядела как диета, чтобы вам просто было в кайф и вам нравилось все. Все продукты, которые вы будете есть, чтобы они были и полезные, и которые вы любите кушать. Можно больше 30 грамм белка принимать или больше не усваиваться в организме. Смотрите, ребят, белок, который вы съедите, он никуда не девается. Ну это как, типа, съели, допустим, 50 грамм белка, типа 20 грамм белка уйдет. Нет, конечно, в кишечнике все береваются. Так что можно. Да, я тоже смотрела по этому поводу исследования, там все нормально усваивается. По поводу тренировки, на свежем воздухе это тема, давайте. Мы только за. Да. Мы тоже только за. 19 минут, парк Горького. Во-первых, это круто, что сейчас не надо будет находиться в замкнутом пространстве. Может быть, побегать, попрыгать, типа, загорать, это удовольствие будет. Не надо тратить денег на зал, не надо тратить, ну, как бы, мы вам поможем там потренироваться легко. И вообще будет просто в кайфу. На свежем воздухе сил даже больше. Проведем классную групповую бешеную тренировку. То есть у меня есть музычка, там оборудование практически не нужно. Да и вообще не нужно. Две штуки в день девочка есть этих киндеров, поэтому тебе можно их вписать просто в свою калорийность суточную, для этого ее нужно рассчитать. Да, но представь, твоя суточная калорийность, к примеру, 1600 калорий, киндер, к примеру, 200 калорий или 300. То есть получается, это очень много. 600 калорий просто киндера. Вместо них, смотри, ты можешь есть киндер, потом ты будешь голодная весь день из-за того, что у тебя будет мало калорий, останется на оставшийся день. То есть тебе можно будет подумать, чем можно заменить этот киндер, чтобы это было не так калорийно, чтобы ты осталась сытой. То есть в этом весь прикол. Надо есть те продукты, которые тебя насыщают хорошо и которые невысокие по калорийности и быть в дефиците, например, если ты хочешь похудеть. Все рассматривают, знаешь, как, допустим, все рассматривают вкусную еду с точки зрения кайфа. Допустим, бургер это кайф просто. Все там представляют, как сыр течет там. Это очень вкусно. Но всегда надо представлять ее и с негативной точки зрения. Представь, ты, допустим, держишь диету, ты съела бургер, и ты станешь жирная и будешь в депрессии еще. Представь, что может быть хуже вообще быть жирной и еще и в депрессии? Потому что ты не держишь свое слово. А потом ты будешь еще больше есть, потому что ты будешь жирной, тебе это будет не нравиться. Ты будешь потом опять страдать из-за того, что еще жирнее, из-за того, что ты поела. Потом ты будешь говорить себе, я не буду, это последний раз, это все, это точно было последний раз. Потом ты опять срываешься, потом ты опять думаешь, бля, я жирная, а потом думаешь, я жирная, может, еще поесть. И вот это все, замкнутый круг из него, надо выходить. Съешь куриную грудку лучше, она тебя насытит 100%. Ну ладно, ну даже хочешь ты шоколадку, но съешь яблочко. Там немного калорий. И сытно будет, и вкусно, и витаминки, и полезные, и вообще, во. Короче, надо себе составлять рацион, который вам будет в комфорте. Имбирь сжигает жир. Имбирь очень классно улучшает иммунитет, это 100%. И он увеличивает температуру тела. Чуть-чуть. Вы представляете, допустим, у вас основной обмен, например, 2000 калорий, вы съели имбирь, и у вас стало 2010 калорий основной обмен. То есть он сожгёт 10 калорий, но это очень мало, ребята. Ну а вообще нет продуктов, если честно, которые увеличивают сжигание жира. Просто термотогенез увеличивается, ваш тело просто чуть-чуть поднимет температуру на нескольких часов, а потом опять снизит. Даже жиросжигатели, которые многие пьют, это не значит, что если они называются жиросжигатели, что они вам берут и топят жир. Мы бы уже все тут растопили бы свой жир. Это просто повышает работоспособность, ингредиенты, которые входят в состав жиросжигателя, повышает работоспособность и понижает аппетит, как правило. Всё, на этом всё. Поэтому можно вместо жиросжигателя выпивать, например, кофе. Или просто пробовать. Или ещё у нас есть много всяких секретиков, допустим, с зимой по аптечным добавкам. Короче, очень много лайфхаков есть, которые уже точно проверены на себе, и за которые не нужно будет переплачивать, вот, например, как за те же самые жиросжигатели и кофе. Это тоже, по сути, одно и то же. Но очень много зарабатывают люди, понимаете, на этой индустрии спортивного питания. Очень много. Там очень много мифов, обманок и так далее. Смотрите, есть два вида жиросжигателей. Это термогеники, есть липотропики. Липотропики усиливают липолиз, то есть сжигание жира сам. Это типа л-карнитина, вот что-то такое. Ну, а там маленький очень. А есть термогеники, которые повышают температуру вашего тела. Допустим, это немножко ускорит ваш обмен веществ, примерно на 200 калорий, но это очень мало. Ну, если вы будете жрать, ни липополики, ни попопопики, ничего не поможет. Вам только пинок позад поможет, вот, если честно, иногда. Так, Лиза Муравейник, это что? Это торт, офигенный торт с сгущёнкой. Сгущение сгущёнкой. Как делать так, чтобы у меня увеличился вес хотя бы на пару килограмм? Вот это мужчина спрашивает. Очень просто, смотри, берёшь, идёшь в качалочку, а потом вкусно кушаешь, потом ты идёшь в качалочку, потом ты идёшь в качалочку, вкусно кушаешь, и так где-то лет пять. Будешь такой сильный, мощный просто, бык будешь, будешь быком. Профицит нужен. Да, профицит калорий и тренировки. И силовые желательно, причём тяжёлые базовые такие. Да, да, тяжёлые тренировки, много есть. Немного повторку, точно. Можно ли убрать целлюлит с помощью питания? Можно, конечно. Вообще целлюлит – это у нас жировая прослойка. Наладишь питание, сделаешь себе дефицит, начнёшь тренироваться, потому что целлюлит – это ещё и скопление продуктов распада, то есть всех какашек наших. А когда мы не тренируемся, у нас нет движения лимфы. Лимфы у нас нет ни одного органа, который двигал бы лимфу по телу. Например, как сердце двигает кровь. Поэтому лимфу, лимфа выводит продукты распада из организма, всё говно, двигают только наши тренировки, наша активность. Поэтому больше активничаем и делаем, например, ещё массажи. Массажи тоже помогают разогнать лимфу, даже если лимфодренажный массаж. Лимфу разгоняет либо движение, либо дыхание. Глубокое йоговское полное дыхание. Дыхание, да. То есть интересно, могу рассказать, как это всё делается. Интересно, конечно. Вам сейчас интересно? Нет, нет. Потом, попозже. Да. Или потом ещё, потом. Да, да. Тебе нравится, как мужчина? Дима очень хороший парень. Встречаться мы дружим, мы работаем вместе. У меня есть девушка. У меня есть девушка. Это плохо, что ты совсем не завтракаешь. Не могу заставить вообще, но в день зависимо от сладкого. Могу съесть одну дольку шоколадки, но потом не могу остановиться на этом. Да, я тебе говорю, избавься от этих продуктов. Если у тебя есть зависимость, ты не отличаешься от алкоголика, понимаешь? Алкоголику дать стопочку выпить, и всё, день прекрасный. Если не можешь, да, найди альтернативу, которая заменит сладкое. Вот на моём примере, то есть у меня много лет такое спортсменское РПП, лучше не есть просто, и всё. А я наоборот пришла к тому, что, да, я могу заменять сладкое. Допустим, есть протеиновые какие-нибудь печеньки, или есть то, что без сахара, короче, альтернатива вкусная и низкокалорийная. Вот я, допустим, покупаю в специальных магазинах диетических. Там вот есть прям по вкусу, не отличается практически от сладкого, но очень сильно отличается ещё от большого количества клетчатки. Тебе лумбар? Нет, другое. Там есть блинчики с сгущенкой. Но это всё, да, я тебе потом покажу. Да, там охренительная просто тема. Булочки с глазурью, но они сделаны из... Я видел, короче, знаешь, в интернете женщина однакотовит всевозможные классные полезные продукты, которые не отличишь от настоя. То есть есть там 1% сыр. Вот, я тебе про это говорю. Ну, блин, ценник, ребята, там, шеюльник, да. Батон, допустим, в котором практически нет калорий, стоит там 800 рублей батон. Акцесс-фри знаешь? Нет. У них прям отдельная кафешка была, я каждый день туда ездила есть. Там как раз они широтаки готовили всякие с соусами, бешамель с 1% сыром и так далее. Так, сделайте перерыв, а то колени будут болеть. Перерыв для чего? Перерыв в тренировку или тебе перерыв взять? Да я хозящая, можете поконкретнее так как-то писать. Ты держишь, ты встаешь? Ночью. Блин, это значит, ты не добираешь в течение дня. Ну как ты не осуществляешься? Ты встал такой, типа, идешь, 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 сырник. Нет, знаешь, бывает чувство... У меня было такое чувство, ты просыпаешься, чувство голода. Это потому что недобор в утреннее время и в дневное. А основной акцент у вас должен быть в калорийности завтрак и обед. Ужин уже легкий. Вот даже себя будете чувствовать намного лучше. Мы только сегодня с Димой разговаривали об этом. Невозможно проснуться, если поел на ночь. Ты такой тяжелый просыпаешься, долго раскачиваешься, у меня начинает желудок болеть. Вот это все непереваренная еда. Энергия тратится на то, чтобы вот как Дима сказал. Лучше после восьми вообще ничего не есть. Нет, если вы ложитесь в два часа ночи, в двенадцать можно поесть. А я за два часа, если поем, вообще идеально себя чувствую. Очень интересный эфир, спасибо. Короче, добирай в утренние часы, ешь углеводы, белки, жиры. Если чего-то одного ты не добираешься, тебя может реально пробить на жор. Почему ты так постарилась? Потому что я так захотела. Класс. Очень приятный открытый, спасибо огромное за ваш труд. Наблюдайте за девчонками, наблюдайте за нашей работой, мы вам там очень много можем что подсказать, показать. Да, спрашивайте, задайте вопросы. И приходите к нам на тренировку на открытую, мы тоже легко сможем пообщаться и подсказать. Будет очень клево, будет музычка, мы сделаем нереально классные тренировки, как для девчонок, так и для парней, будет просто супер. То есть я знаю очень много упражнений, которые супер интересные, не просто типа там приседания, отжимания, а настолько разнообразные, такие знать не знали еще. И они очень эффективны. Как просушить ноги, так же, как и все остальное тело? Да, жиром равномерно уходит всегда. Ну нет, есть мертвые зоны, но жир уходит в любом случае при дефтите. Он уйдет все равно. То есть у меня мертвая зона, знаешь, когда к соревнованию сошелся, был под задницей. Вот это вот. Вот вы берете, садитесь на тренажер, разгибание ног в тренажере сидя, выполняете с маленьким весом большое количество повторений. То есть ноги горят, ноги жгет, но жиросжигание там усиливается. Кто бы что ни говорил, что локальное жиросжигание не существует, но кровообращение вы точно там ускорите. Коллаген, плацебо. Коллаген это просто белок. И причем не полноценный. И еще смотрите, что. Военные люди, вот допустим, когда собираются в какой-то поход, допустим, в какой-то поход, допустим. Смотрите, берёте желатин, добавляете туда настойку шиповника или боярышника. Как мармелан, да, получится? Да, делаете желешку. И такие три желешечки в день это то же самое будет. Это вообще классно. Для суставов кушку просто. И холодцы можете есть, кстати. Холодец, да. Стрижка называется, что отросло, то отросло, как бы. Ну, типа под карем. Что отросло. Что-то на богатом. Мы вам тут рассказываем, как желатин кушать на богатом. Богато-дорого живём. Так, раньше продвинов не было, мышцы были, а сейчас все искусственные. Ну, да. Искусственные. Что искусственные? Смотрите, ребят, раньше вообще можно... Раньше вообще с палкой копалку поле целое окучивали, понимаете? А сейчас есть... Бульдозер. А, бульдозер это что? Ну, бульдозер, типа... Ладно. Короче, палка копалка берёте и всё. И худеете. Протеин это просто курица, например, та же самая. Протеин это вот просто белок по-английски. Просто тупо белок, да, и всё. Нужно убирать молочные продукты? Нет. Не обязательно. Если у вас есть аллергия на молочку, то да. На лактозу. Если у вас есть непереносимость лактозы, то тоже да. А так молочка в маленьких количествах ничего с вами... Если вы съедите пачку творога, допустим, ничего с вами... Но не обжираться только одним творогом. Если вы возьмёте, как мне один товарищ сказал, а я решил воду на молоко заменить. Три литра молока в день, типа мышцы растут. Он был такой отёк, что он вечно был, знаешь, как надувной пузырик просто. Три литра молока в день ежедневно у него было. Но это путь никуда, я считаю. Ну, если желудок, конечно. Это путь в туалет. Да, у меня была такая тема, знаешь, я посмотрел... У меня было летом 17, посмотрел видосы Арнольда. Думаю, протеина не было, денег особо не было тогда. Я, короче, думаю, купил себе сухого молока. А он ел сухое молоко? Да. И я смешал сухое молоко... С сахаром? С молоком. И поехал на работу. Это просто было, знаешь, это была жесть просто. Я больше так жительного с ним не был. Нет, там просто вообще пипец. Там даже ты ничего не можешь делать. А что, это нельзя смешивать? Ну, представь, там лактозы сколько. В молоке где-то 4,7 лактозы. А в сухом молоке, там, я намешал, там суперкоктейли, я не знаю. Короче, запомните такие истины. Вот если вы будете творог одни, есть что вы из творога? Вы не получите 6-ти витамины, например. Там то, всё. Надо всё, чтобы был разнообразный рацион обязательно. Кстати, у творога очень бедный аминокислотный состав. Там вообще полезного ничего. Творог так все вообще. Это просто, вот если вы его любите, вот возьмите его, съешься. Да, он там ещё низкокалорийный, да? И насыщает нормально. Можно там разочек. И то вечером его не советую тоже есть. Я очень кайфую от запеканок. Вот запеканки это тема. И сырнички. Ну, в сырниках очень много углей. Очень много простых углеводов. Ну да, если в покупные, там... Я самому сделала, допустим, что там творог, яйцо, что ещё... Сахар, извините, давай. Ну, я про покупные. Там белка мало вообще в покупных почему-то. Прям совсем там что-то 9 грамм. В вкусвилле вообще чё-то... Да? Надо купить. А я вот, знаешь, какую творожную спеканку в вкусвилле покупаю без сахара, которая... Там обалденно. Попробуй будешь... Блин, у меня вкусвил в доме. Я был там, блин, раз в три всего лишь. У меня раньше такое же было отношение. Сейчас я прям ещё и без вкусвила не могу. Там творог такой вкусный. Можешь танцевать вверх или не продвигаешься в эту тему? Забацаешь? Дим, тебе вопрос же? А, мне? А, понятно. Я могу, да. У него получится нормально. У него такие ляшечки. Чёртко. Чем можно удивить ягодицы? Не болят никогда. Приседание просто. Сходи, дал удивиться. Мне очень нравится, смотрите, такая тема. Я в своём... Я занимался, короче, по пауэрликсерской программе. И там надо в день было ежедневно делать 300 выпадов шагами. Это как подводящие упражнения. Просто развивает все ноги в целом. То есть ты как бы потом сильно становишься. А потом тяжёлая типа тренировка. До тренировки 300 выпадов. Нереально просто прождёт. Задница будет болеть постоянно. Ну и суперсеты какие-нибудь поделать. Суперсеты. Да, мертвичины их забить так, чтобы ты уже стоять не могла. У меня задница больше всего болит, когда я делаю становую тяду. Можно попросить, чтобы тебя попинали? Тоже болят ягодицы. Кстати, есть такой массаж, знаешь, есть массаж. Там, короче, тебя убирают, знаешь, вот типа у тебя психосоматика. И в каждой части тела у тебя зажатые эмоции. Знаешь, ну, некоторые взрывают на это деньги, тебя привязывают, короче. Просто пиздят палкой. И человек за это ещё деньги платит. А вот у меня сейчас спина зажатая. Такие эмоции делают? Тяжело сказать. А смотри, триггер развивается. Если бы у тебя вот здесь было зажато, Костя-то тазовая. У Лизы, знаете, почему у неё спина забита очень сильно? Во-первых, то, что она не ходит ни хрена на массаж. Это первое. Во-вторых, она жёстко тренируется очень давно уже. В-третьих, что в-третьих? Вот смотрите, триггер формируется из-за травмы, из-за недостатка кальция. Кальций. И из-за недостатка. И кальций не фиксируется. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... Долго придется рассказать. Как голень накачать? Тяжелыми весами. Попробуйте. Упражнения не на голень. Три раза в неделю голень. Еще полная амплитуда должна быть движение. Четыре упражнения. Допустим, сжим носками, подъем носки стоя, подъем носки сидя и какие-нибудь еще там делать упражнения. Омега-3 пить полезно? Омега-3, да. Тренировки как для мужчин, как и для женщин. 19.00 в среду. В среду. Хотели в четверг, но в четверг я посмотрел, там будет очень много... Очень плохая погода. Должна быть. Очень много дождя будет. Много дождя. В 19.00, среда, парк Горького. Все остальное позже скинем локацию. Я придумала. Я вам сейчас расскажу. Все, давайте, давайте. Пока, спасибо. Все остальное.